Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Сельскохозяйственного производственного кооператива «Солнечный», завершив уборку пшеницы, занялись спашкой. О том, каким был первый урожай и какие работы еще необходимы для плодородной почвы, узнавал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Пахота в этот период позволяет улучшить состояние почвы и сохранить влагу в земле. Поэтому, чтобы получить хороший урожай, необходимо провести спашку полей. Специальная техника сельхозкооператива «Солнечный» после уборки пшеницы первыми сейчас приступили к спашке. Данная процедура необходима для уничтожения сорняков и чтобы в случае засухи сельскохозяйственная культура хорошо сохранилась. Работники сельхозкооператива отмечают, что при спашке верхняя часть пахотного слоя сбрасывается в борозду, а на поверхность выворачивается нижний слой, что позволяет усиливать жизнедеятельность полезных микроорганизмов в почве. Пахота – это важно для чего? Стройка есть, когда человек строит дом. Фундамент, если плохой будет, урожая не будет. Точно так же пахота. Если пахота хорошая не будет, урожая не получишь. Я считаю так. Мы к пахоте очень большое внимание делаем. И очень стараемся, чтобы вовремя спахать. Вот уже через три дня мы заканчиваем, 824 гектара заканчиваем пахоту. Три дня, наверное, дольше не заканчиваем. Каждый день на полях сельхозкооператива «Солнечный» спахивает по 50 гектаров в день. Осталось еще 100 гектаров земли. Руководитель «Солнечного» Борис Лайпанов подчеркнул, что из-за засухи в этом году урожай на зерновых культур не так уж высока. Но качество зерна хорошее. Впереди сентябрь и уборка свеклы и кукурузы. Тысяча с лишним гектаров кукурузы будут убираться. И свекло будет убираться. На свекло, знаете как, на свекло тоже очень у нас большой этот план. И с каждым годом по чуть-чуть увеличивать посевы свеклы. Свекла, если хороший урожай дает, при хорошей цене дает хорошую прибыль. И думаю, вот каждым годом понемногу добавляем свеклы, чтобы урожай у нас хороший хороший был. И стараемся. После пахоты будет проведена культивация. Это позволит полностью подготовить почву под новые посевы. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Прикубанский район. Полицейские республики уничтожили 2 гектара дикорастущей конопли. Данное мероприятие проводилось в рамках операции МАКС. Согласно федеральному закону, люди, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, обязаны проводить очистку земель от наркосодержащих растений. Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращивание мака и конопли. И весь из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 23 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4333. Из них 2860 человек выздоровели. В COVID-госпиталях проходит лечение 118 пациентов. Туристы, посетившие Карачаево-Черкесию, получат денежный кэшбэк, то есть им выплатят частичную компенсацию затрат. О старте новой программы «Стимулирование внутреннего туризма», разрабатываемой Ростуризмом, совместно с оператором платежной системы МИР объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Деньги вернутся на карту туриста при покупке тура и его оплаты именно на карту МИР. Туристам вернут от 5 до 15 тысяч рублей за каждый тур в зависимости от его стоимости. Согласно условиям акции, тур должен быть стоимостью не менее 25 тысяч рублей. Впереди еще месяц лета, и туроператоры прогнозируют рекордное число туристов именно в наш регион. Туристам, в свою очередь, в местах массового скопления людей необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Дополнительных справок для посещения курортов Карачаева-Черкесии не требуется. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов еще раз призвал жителей-гостей республики соблюдать меры безопасности, предписанные Распотребнадзором в связи с пандемией. При этом глава республики отметил, что в этом году особой популярностью туристов пользуются эко-маршруты. И о том, какая погода будет на завтра, узнаем от наших синоптиков. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, преимущественно, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 11-14. Температура ночью 12-17, днем 27-32. В горах ночью 5-10, днем 18-23. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 11-14. Температура ночью 15-17, днем 30-32 градусов тепла. Это главная весть республики. Мы работаем в прямом эфире. Он начал заниматься лошадьми, как любитель. Но одна мысль, возродить карачаевскую породу лошадей, не давала ему покоя. Ради этой цели он оставил руководящую должность и стал рядовым зоотехником. Итог. Лучший специалист, коневод и научный труд. Лучший жеребцы карачаевской породы. Клыч Гириурусов отметил свой день рождения. А чуть ранее в его жизни произошло еще одно событие. Его наградили медалью за заслуги перед умой Карачаевой Черкесии. Мадина Таракетова продолжит. Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в жизнь каждого из нас. Вот и мы с Клыч Гири Магомедовичем Урусовым вместо запланированной встречи на луне природы, там, где свободно пасутся табуны лошадей, вынуждены общаться онлайн. Но это не сделало беседу менее интересной. И разговаривать с Клыч Гириурусовым одно удовольствие, в каком бы формате это общение не проходило. В этот раз мы решили говорить не о работе по восстановлению породы карачаевских лошадей, а об их истории, интересных моментах и примерах из жизни. Порода лошадей – это материально-культурное достояние народа, считает Клыч Гири Магомедович. Породы бывают аборигенными, древние породы, выведенные путем народной селекции. Но на каком-то этапе с породой начинают вести селекционную работу заводским методом, и она приобретает статус заводской, объясняет Клыч Гириурусов. Расширяется ареал распространения породы, а вместе с тем и ее значимость. В данном случае Карачаевская прошла этот путь и является достоянием всей республики и страны. И к ней надо относиться как к наследию предков бережно и уважительно. Слава Аллаху! Усилиями энтузиастов порода возрождена и в 1989 году включена в реестр пород СССР. Клыч Гириурусов изучил множество фактов, литературу, в том числе и труды ученых и археологов, которые описывали кони кавказских тюрков VI век и Аланов VII-VIII века. По его словам, наши предки использовали, кроме горных лошадей, которых сегодня называют карачаевскими, и других – хазбу-юнла, быстроалюрные, с длинными шеями. Но эта порода была утеряна. Кстати, в документах XVI века коневодство у карачаевцев указывается в начале списка, чем остальные отрасли. Да и само слово «тюрок», говорят, означает «шлем», то есть «шлемники-воины». Карачаевцы на своих боевых конях участвовали во многих войнах и баталиях. Клычкири Урусов рассказывает, что карачаевские лошади отмечены и в армии Суворова, и его переход через Альпы. А также в русско-турецкой войне при переходе генерала Бабич через Морухский перевал их использовали как вьючных. Газета «Кубанские ведомости» писала условиям, могли удовлетворить лошади только карачаевской породы. Его знакомый, казак Изус Джигуты, как-то рассказал историю о том, что с войны не вернулся один из его братьев. Но полтора года спустя пришел его боевой конь, купленный в Джигуте у заводчика карачаевских лошадей Алана Байрамукова. Клычкири Урусов убежден, что у карачаевских лошадей высокий интеллект, хотя некоторые пытаются ему возразить. Ценили их во все времена из-за выносливости. Во время Первой мировой войны Третий эскадрон черкесского полка Дикой дивизии состоял из Карачаевцев. Этот эскадрон творил чудеса героизма, пишет автор книги «Дикая дивизия. Опрыжка». Я же хочу сказать о лошадях. После длительных и тяжелых боев полк был выведен на отдых. Смотр состояния полка проводил князь генерал Гагарин. Он выделил боевые коней Третьего эскадрона, отметив их хорошее состояние. В старинной карачаевской песне поется, чем кататься на чужих упитанных ослах, лучше смотреть за своими скакунами. Карачаевцы уже потеряли одну из своих пород – козбойнла, то есть гусиные шеи. В какой-то момент и вторая порода оказалась на грани исчезновения. Начало возрождения коневодства в Карачае было вновь проложено в 1930 году с созданием Карачаевского конного завода под номером 168. Дальше начинается история карачаевской лошади, служащей на погранзаставах, экспортируемой за границу, бывшей опорой кавалерии во Второй мировой войне, первой поднявшейся на вершину двуглава Эльбруса. Но это уже отдельная история. Мадина Каракетова, Инна Мостова, Вести, Карачаево, Черкесия. В Черкесии подвели итоги республиканского конкурса детского рисунка, посвященного 75-летию Великой Победы. Тема конкурса – битва за Кавказ, освобождение Карачаево-Черкесии от фашистских захватчиков. Участвовали школьники от 8 до 18 лет, а организатором выступили Управление судебных приставов Республики и отделение ДСААФ России. Сегодня подвели итоги. О результатах расскажет Аслан Гирюгов. Школьники Карачаево-Черкесии приняли активное участие в конкурсе рисунков и различных поделок. Творческие работы могли быть выполнены в любых графических и живописных техниках. В виде художественных рисунков, коллажей с использованием различных материалов. Перед жюри стояла непростая задача, но победители определены. К сожалению, из-за сложившейся ситуации с коронавирусом награждение прошло без участников. Управлением Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике совместно с региональным отделением Всероссийского детского и юношеского общественного движения ЮНАРМИЯ было организовано военно-патриотическое мероприятие для воспитанников движения. Это тематический конкурс на лучший рисунок «Битва за Кавказ». Сегодня мы подвели итоги конкурса. Выбрать лучший рисунок оказалось совсем непросто. Ребята действительно очень постарались от всей души, и мы искренне поздравляем всех победителей и участников конкурса. Оценивая работу, организаторы поставили перед собой ряд задач. Это повышение интереса к военно-историческим ценностям родного края и истории войны. Каждый участник вложил в свою работу много труда и частичку души, ведь тема Великой Отечественной войны не может оставить никого равнодушным. Честно было сложно, потому что настолько рисунки все очень интересные, настолько, не знаю, душу видно, что дети вложили свои таланты, настолько они попытались раскрыть все это. Было сложно выбрать, но я сама, как мама, мне даже интересно было бы, если бы мой ребенок сидел и увлекательно интересовался историей, и пытался вникнуть в суть, и раскрыть ее, конечно, нужны. Грамоты и призы передадут в школу, в которых учатся конкурсанты. Проведение таких мероприятий положительно сказывается на патриотическом воспитании подрастающего поколения, говорят организаторы. И в будущем еще много будет подобных конкурсов. Аслан Гелюгов, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева-Черкесия. Такое было сегодня пятница в Карачаево-Черкесии. Информационная вещь на нашем телеканале продолжится завтра в 8 утра. И вот какие полезные вести мы подготовили. Ожирение Конституции «Широкая кость». Сегодня мы поведаем тайны стройного тела. Доктор Зухра Казбековна советует худеть. Ну, естественно, худеть советуют все доктора, а не только Зухра Казбековна. Ну вот, теперь скажите, пожалуйста, вот многие-то говорят, ой, худеть не могу. Но сейчас жизнь ругает. Много удобств, которые нам мешают в похудении, наверное. Это комфортные условия жизни, это автомобили, это парковки. То есть главная причина жиления – это лень? Конечно. Но еще говорят, что у худых иммунитет очень слабый. Это жирные говорят, да. Да. Я ужинаю просто водичкой. Я выпиваю стакан воды, и мне совсем не хочется кушать. Вот мой ужин. Почему не хочется? Потому что я хочу быть всегда в форме. Я хочу всегда быть не более своих 50 килограммов. А Аталия? Приятной вам субботы и до новых волнующих встреч. Пока-пока. А прямо сейчас на телеканале «Россия-1» продолжение сериала «Испытания». А дальше концерт Олега Газманова. Приятного вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова